Привет, просветители! Сегодняшний ролик можно назвать «Возвращение старых друзей». Тепляковый запрет аниме, быдло, требующее пояснить за шмот, зарплаты бюджетников. Всё, как мы любим. А возвращаются снова и снова эти темы в наше инфополе, потому что... Я про это снимаю видео. Проблемы, которые их породили, никуда не исчезли. В своём телеграмме несколько дней назад я уже писал. Кстати, подписывайтесь на мой телеграмм, там все трэш-новости об образовании и обществе выходят гораздо быстрее. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Питере и очередного аниме-запрете. Да, в Петербурге суд продолжает просматривать сериалы и выдавать гениальные экспертные заключения. А мы пополнять свой воч-лист, потому что сапоги хорошие надо брать. Очередное аниме готово разрушить психику вашего ребёнка. Когда уже к дарамам перейдут? И фанаты дарам, ты сейчас быканул или что? И сразу же дисклеймер. Да, суд говорит о конкретной ссылке на конкретном сайте. Вот именно её запрещают, а блогеры раздувают. Но что мы помним по предыдущим решениям питерских экспертов? Ничего, эксперты по аниме. Заблокировали на пиратском сайте, а в итоге токийского гуля потребовали удалить с кинопоиска. Где здесь логика? А кто вам говорил, что она тут будет? Я, кстати, недавно дочитал мангу и первые тома мне понравились гораздо больше. Даже не знаю, буду ли я теперь перерождение читать. И да, если говорить о кровожадности и влиянии на психику, убийство раскольниковой проценщицы показалось мне гораздо эффектнее. Ну что, просветители, достаем двойные листочки и записываем очередной тайтл для просмотра. На этот раз знак качества получила адская девочка. Может мне действительно посмотреть, а потом снять обзор на аниме? Здесь должен быть байт. Если этот ролик наберет 100-500 тысяч лайков, то ждите обзор. Изложенный материал мотивирует несовершеннолетних на применение насилия в отношении окружающих, прививает ложные ценности и ориентиры, содержит признаки информации порнографического содержания. Как здорово, что ничего из того, что у нас крутят по телевизору, не прививает подросткам ложные ценности и ориентиры. Зато учит о животных заботиться. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Мир любить. Всех люблю на свете я. Психологические особенности подростков, которые становятся посетителями и пользователями ресурса, могут способствовать тому, что данные материалы окажутся для них не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера. Простите, а психологические особенности подростков, которые сериалы НТВ смотрят? И веселые рассказы Симоньяну о ядерной войне слушают? Не стоит учитывать. Только аниме. Так и запишем. Жалко, что я свою тетрадь смерти в Москве оставил. Сейчас бы она очень пригодилась. Я вообще не понимаю, как до сих пор существует Япония. Потому что если послушать питерских экспертов, лучше этого не делать. Эта страна уже давно должна была исчезнуть. Аниме. Манга. И ладно просто мистическое жестокое, так еще ведь существует... Юри. Яой. Пара. Хотя, возможно, именно поэтому у них и нет традиционных ценностей. Насмотрятся своих адских девочек и идут... роботов создавать. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованную гри, на тяжелой доске кусок сыра со слезой и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Так, думаю, отдельные комментаторы представляют мой типичный обед за границей. Но нет, это у другого персонажа. Самые начитанные зрители уже догадались, из какого произведения цитата. Пишите в комментариях, любопытно будет, кто узнал. Ну а если говорить о еде, то не менее роскошный стол вы сможете собрать и у себя дома. Достаточно заказать доставку разных блюд у наших друзей из Фудбенд. Там большой выбор рыбы и морепродуктов, и много чего еще. С моим промокодом ОСТАПОВ вам будет доступна большая скидка на все заказы. Приготовят и доставят по всей Москве круглосуточно. В меню много пиццы из итальянской печи с начинками на любой вкус и бюджет. Классические, острые или новинки от бренд-шефа. А еще большие сеты роллов с лососем и морепродуктами, или гавайские поки с рыбкой, креветками, или вообще вегетарианские. Ну и китайская кухня, лапша вог, баклажанчики и другие блюда с горячей сковородки. Кстати, у Фудбенд теперь есть франшиза для предпринимателей в Подмосковье и дальше в регионах. Это если вы всегда мечтали открыть пиццерию, например. Если вы пока не готовы на такие расходы, но есть друзья-предприниматели, сообщите им. Рынок доставки еды растет. Все подробности внизу в описании. А если просто хотите вкусно поесть, в Фудбенд есть промокод ОСТАПОВ. Это хорошая скидка до 25% на все заказы, хоть каждый день. Кликайте по ссылкам ниже, заказывайте еду Фудбенд и наслаждайтесь. А помните счастливое время, когда современный роман эпопея Папы Тепляков и МГУ казался максимально важной новостью? Сначала все обсуждали поступления, потом взаимоотношения родителей и факультета, затем наступила сессия, которую до сих пор непонятно сдала ли Алиса, потом в своем блоге Евгений Тепляков заявил, что все места на психологические консультации у его дочери распроданы, а цена занятий с ней 50 тысяч. Хайпим как можем. Но вот наступает 24 февраля и заработок юного психолога уже мало кого интересует. Хотя Евгений изо всех сил старался оставаться на слуху. Даже заявил, что Алиса не будет принимать оплату в евро и долларах. Но ответные санкции. И вот в середине июня Тепляковы снова вышли на связь. Правда, на этот раз говорили уже не об Алисе, а ее брати Химдали. Ну что, химика с аттестатом. Математика, профиль, разумеется. Баллы для 8 лет шикарные. Можно поступать на Мехмат или ВМК. Ну что, Бауманки приготовятся? Вы могли подумать, что дальше Евгений поделился особенностями своей методики. Или рассказал, как проходил экзамен. Может быть, точное количество баллов назвал. Но нет, после буквально строчки о сыне, дальше целое полотно, посвященное хейтерам. Тут и журналисты, и блогеры, и психологи, и опека. И, конечно же, импотенты, и бла-бла-блашники из МГУ. Худа ж без них. В общем, все в лучших традициях. Я, честно говоря, даже не знаю, сколько роликов на этом канале посвящено зарплатам учителей. То, о чем и Остапов о деньгах. Но, пожалуй, я ни разу не говорил. А может и говорил. 8 июля мне уже 36 стукнет. Так что провал в памяти, это нормально. О таком замечательном фокусе, как понижение зарплаты при повышении зарплаты. Знаю, звучит бредово, но все на самом деле предельно просто. Следите за руками. На всю страну заявляете о повышении зарплаты. При этом растет только оплата за ставку. И тут же убираете, сами знаете какой бабушки, все надбавки и стимулирующие выплаты. И вуаля, на бумаге вы повысили зарплату, а при этом сократили расходы бюджета. Ну, круто же. Подобные финт ушами проделывают не только в образовании. На днях с открытым письмом к президенту обратился врач. Он попросил больше не повышать зарплату медикам. Почти. Довольно. Уже вижу заголовки в патриотических пабликах. Российские врачи живут настолько хорошо, что сами просят не повышать им зарплаты. Слава России. Почему я против этих повышений и изменений в системе оплаты труда? Потому что при каждом повышении нам убирают необязательные стимулирующие выплаты. Это происходит всегда. Исключений быть не может. Например, в прошлом году нам подняли оклады и сразу же урезали ночные со 100 до 70%. Потом осенью еще раз подняли оклад, но опять урезали стимулирующие проценты. Сейчас опять ждем повышения. Значит, нам еще что-нибудь урежут. Или стимулирующие, или ночные. Возможно, просто нужно стремиться развиваться. Подниматься по карьерной лестнице. Тогда и деньги будут другие. Такой пример. Доктор получил категорию и получил прибавку 10%. Но при этом те же 10% ему вышли из стимулирующих. У нас теперь нет никакой мотивации повышать категорию. Поэтому я работаю без категории. И многие кардиологи, пульмонологи, терапевты, которые могли давно ее иметь, тоже работают без нее. А какой в этом смысл? Собирать кучу дополнительных бумаг, тратить время, нервы. Ради чего? Призвание? Поэтому я очень вас прошу, уважаемый Владимир Владимирович. Пожалуйста, не нужно нам больше повышать заработную плату. И не нужно вслух рассуждать об удовлетворенности населения медицинской помощью. Потому что, честно, мы сами не понимаем, о чем тут недавно говорил министр здравоохранения России. Как он эту удовлетворенность измерял. И о какой медицинской помощи он говорил в принципе. Как человек с педагогическим образованием, могу сказать, что мы тоже не особо понимаем, о чем министр просвещения вещает. На этой неделе произошла такая ситуация. В крупнейшей больнице Екатеринбурга, где есть огромный хирургический корпус, не смогли сформировать дежурную бригаду хирургов. И это происходит уже не в первый раз. Больница просто разворачивает все скорые с хирургическими больными. Это в четвертом по численности население в городе-стране. И вот здесь сейчас просто обязан появиться комментарий о госдолге США и ужасной инфляции в Европе. Слава России! Пару лет назад я рассказывал о религиозном быдлане, которому не понравилась футболка незнакомого парня. Но абсолютно нормальная ситуация. Вы же тоже спать не можете, когда замечаете какую-то надпись на чужой одежде. Тогда здоровый обладатель одной из вилины потребовал, чтобы парень разделся. Здесь, правда, нужно войти в положение. Картинка на футболке религиозные чувства оскорбляла. Но мир не стоит на месте. И быдло обыкновенное теперь докапывается не только до одежды, но и украшений. В электричке под истрой мужчина жестоко избил двух подростков из-за сережек в носу. На появившемся видеоролике видно, как один из подростков с окровавленным лицом извиняется перед мужчиной в подмосковной электричке за свой внешний вид. Извиняется за свой внешний вид. Извиняется за свой внешний вид. А с какой стати чей-то внешний вид другого касается? Что должно твориться в голове, чтобы чужая сережка так тебя задевала? Другой парень после оскорбления нападавшего также вынимает из носа сережку. Издевательство мужчина фиксирует на камеру мобильного телефона и кричит, что он ненавидит неформалов. А, ну тогда норм. Вот когда есть нормальная причина, у меня сразу же все вопросы отпадают. Он просто неформалов ненавидит. А то сначала показалось, что это какая-то просто немотивированная агрессия. Позже нападавший решил похвастаться и скинул видео с избиением подростков друзьям. И кроме этого заявил, что с полицией уже порешал все вопросы. Вот видите, что с людьми происходит, которые аниме смотрят? Наверняка именно адская девочка заставила мужика к подросткам прикопаться. Один из каналов Телеграме заявил, что все произошедшее в электричке спланированная акция. Украинская. У нападавшего на аватарке стояла буква Z. А значит, это украинцы все выдумали, чтобы дискредитировать Россию. Точнее так, нападение-то было. Просто приставал к подросткам украинский националист. Но если он уже все порешал с полицией, значит ли это, что и в полиции предатели? Сплошные вопросы. Как обычно. Друзья, если вы хотите меня поддержать, то обязательно поставьте лайк этому видео. И не забудьте подписаться на мой Телеграм-канал. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.